К новостям спорта. Открытый республиканский детско-юношеский турнир по карате прошел на базе 18-й школы. Соревнования были посвящены 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Среди участников представители разных видов единоборств из Приднестровья и Молдовы. Окинава Годзюрю и Джиу-джитсу. В зале 18-й школы юные спортсмены из Приднестровья и Молдовы. Около 100 человек. Часть ребят – воспитанники образцового кружка карате Годзюрю бендерского филиала ДТТ «Ровесник». Руководитель Иван Чайковский. Карате Годзюрю – это традиционное окинавское боевое искусство. В арсенале удары, броски, техника щипков, заломов, захватов, удушений может применяться как в спорте, так и в реальной жизни. Очень часто используются представителями спецслужб для подготовки персонала, для подготовки военных и так далее. Ирегуми-го – это свободный жесткий поединок или поединок в полный контакт. Разрешены удары, броски, болевые и удушающие приемы. Борьба для самых сильных. Впрочем, на соревнованиях в боевых искусствах не бывает слабаков. Сегодня ребята показывают все, чему научились на тренировках. Мне очень сильно нравится заниматься. В тренировке там много друзей, которые тебе поможут. Хороший тренер, который может тебе все подсказать, то, что ты знаешь. Он самый лучший учитель в карате. Разыграно 28 комплектов наград. Бендерские кружковцы были на высоте, заработали 22 медали. По итогам соревнований победителями турнира стали Никита Цуркан, Илья Назаров и Ксения Кулагина. Ксения занимается карате уже 4 года. Недавно получила желтый пояс. Раньше было тяжело, сейчас я уже хуже побеждать начала. Ну, как-то приходится с годами. Серебряные призеры. Амелия Машталер, Никита Каврилюк, Альбина Блейчик, Октавиан Антыч. Николай Ставарский, Артем Михайлов. Бронза, Давид Исанов, Александр Иваногл, Даниил Блейчик, Михаил Макану, Екатерина Кройтер. Четверо спортсменов награждены грамотами за волю к победе. Несколько воспитанников 5-го года обучения приняли участие в составе судейской коллегии в качестве секундантов. Амелия Машталер.